Продолжение следует... Продолжение следует... Наши уважаемые спикеры расскажут нам про мета-сервис «Цифровой тьютор» и его возможности для поддержки процесса индивидуализированного обучения. Но прежде чем я передам слово спикерам, я бы хотела рассказать немного и о наших новостях, о наших последних проектах. И в первую очередь, конечно же, напомнить вам, коллеги, про новые условия нашей акции «Учи-учись», которая уже скоро подойдет к концу, но в июле еще действует скидка 10% на полную подписку на нашу образовательную платформу. Наша библиотека учебного контента насчитывает более 9000 различных материалов для высшего и среднего профессионального образования. Кроме этого, на нашей платформе действует большое количество сервисов, которые, мы надеемся, смогут сделать вашу профессиональную деятельность еще более комфортной и интересной. Такие сервисы, как шаблоны рабочих программ, дисциплин, медиакурс, гибкий курс, умные тестирования и многие другие. Обязательно читайте информацию. Я надеюсь, что вы успеете воспользоваться данным предложением, если оно для вас актуально. Помимо этого, конечно же, хотелось бы напомнить, что продолжает действовать наша «Юрайт Академия» серия онлайн-курсов. Библиотека курсов постоянно пополняется. Обязательно также рекомендую смотреть информацию активно, проходить курсы и не упускать возможности узнать много нового, получить новые навыки, повысить квалификацию и в целом с пользой провести время. Коллеги, конечно же, обязательно подписывайтесь на наши соцсети. Мы есть в самых разных соцсетях – ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер, Одноклассники, Инстаграм. У нас есть канал в Телеграме. Вы всегда сможете выбрать наиболее комфортный вам способ, чтобы быть в курсе наших последних новостей. А я передаю слово нашим спикерам. Ждем вас в эфире, коллеги. Здравствуйте, коллеги. Меня слышно? Снежана? Замечательно. Слышно, видно и видно мою презентацию, видимо. Я рада всех приветствовать на вебинаре в этот жаркий день. Рада поделиться нашими наработками и пригласить к сотрудничеству. На самом деле, тема достаточно актуальная. И, на наш взгляд, это есть необходимое условие для того, чтобы наши университеты смогли трансформироваться в цифровые университеты, использовать все возможности, все преимущества цифровых технологий при управлении образовательным процессом. В настоящее время университет или управление университетом – это управление такой образовательной средой, где обучаются десятки тысяч человек, и каждый получает максимум возможностей для своего развития. А решения принимаются на основе данных, которые собираются из всех систем внутренних университетов, информационных систем, из данных, аккумулированных на платформах онлайн-обучения, они анализируются и принимаются решения всеми участниками процесса так, чтобы этот процесс обучения у студентов был наиболее эффективным. Необходимыми компонентами цифрового университета являются четыре системы. Это система управления на основе данных, которая управляет базовыми системами, процессами в университете. Это система управления образовательным контентом, повышение цифровой грамотности всех участников процессов, а также система управления индивидуальными образовательными траекториями обучающихся. Мы сегодня с вами поговорим вот как раз об этом четвертом блоке цифрового университета. Четвертый блок содержит платформенные решения по управлению индивидуальными образовательными траекториями, по планированию учебного процесса с учетом персонального выбора каждого студента и интеллектуальные системы по сбору и анализу данных цифрового следа студентов, а также экспертные системы, системы искусственного интеллекта, помогающие студентам осуществить этот выбор. В 2019 году у нас был запущен проект «Цифровой университет». Мы занимались созданием модели цифрового университета. И в этой части, в этой книге, как мы говорим, мы предложили следующие базовые моменты, которые необходимо учесть, или следующие проекты. В 2019 году был запущен пилотный проект в радиотехническом институте нашего университета. В нем участвовало 760 студентов. На базе платформы МОДЕОС студентам был предоставлен выбор образовательных курсов, выбор уровня освоения образовательной дисциплины, выбор технологии освоения этой дисциплины, а также даже выбор преподавателей. Система управления ресурсами для реализации и конструирования и УОД должна содержать систему управления образовательным пространством, нагрузкой преподавателя и индивидуальным расписанием обучающихся. В этом году мы планируем сделать сервисы динамического расписания каждого студента и цифровые профили рабочих программ дисциплин, структурирования образовательного пространства. Показатели, которые заданы проектом, это доля обучающихся с элементами ИОД. Если в 2019 году настолько 28% обучающихся вышли на индивидуальные образовательные траектории, то в 2021 году половина студентов университета должны иметь свою уникальную образовательную траекторию и, соответственно, все системы должны позволять управлять этими образовательными траекториями. Именно поэтому в параллель с системой управления индивидуальными образовательными траекториями задумана система рекомендательных сервисов и поддержки индивидуализированного обучения, так называемый мета-сервис «Цифровой тьютер», где содержатся рекомендации по выбору курсов, по формированию ИОД обучающимися, сервисы для каждого участника, это руководитель образовательной программы, сервис для преподавателя, который мониторит активность студентов и их успешность на курсах, сервис для тьютера, который сопровождает студентов в процессе обучения и дает ему рекомендацию по выбору той или иной дисциплины, уровня освоения и так далее. В 2019 году в этой системе была сделана оценка качества контрольно-измерительных материалов и были крупноблочно запроектированы сервисы для руководителей образовательной программы и для преподавателя. В этом году мы планируем реализовать сервис РОПОФИС, сейчас он в тестовой эксплуатации уже находится, и готовы сотрудничать с университетами, с образовательными организациями для того, чтобы опробировать этот сервис и дать доступ каждой образовательной организации к использованию этого сервиса в своей образовательной деятельности. Таким образом студенты выбирают. Вот на этом слайде представлена архитектура образовательной программы. У нас есть ядро, мейджор, это верхняя строчка, у нас есть набор треков элективных, и у нас есть проектный практикум. Во всех частях образовательной программы студент имеет выбор, выбор дисциплин для формирования той или иной компетенции, выбор, опять же, сложности освоения и технологии освоения. То есть на платформе МОДЕОС студент может в процессе формирования своей траектории воспользоваться предложенными для выбора вариантами освоения дисциплины. При этом проектный практикум – это тоже дополнительный инструмент для индивидуализации траектории. В ходе выбора темы для проектной деятельности студент выбирает жизненный сценарий, так называемый, из цеха технологий и проектных ролей. У нас сформулированы правила выбора основных курсов и элективов и правила формирования траекторий. Выбор базируется, или приоритет, да, базируется на рейтингах студентов, которые считаются каждого семестра. Таким образом, можно понять, что в отдельный момент студент, осваивая дисциплину в группе или в учебной команде, как мы говорим, уникальной учебной команде, где присоединяются студенты, которые выбрали эту дисциплину, данную технологию данного преподавателя. Таким образом, нам нужны инструменты для поддержки, для того, чтобы каждый студент вовремя пришел на определенную лекцию, вовремя подключился к определенному курсу, вовремя сдал экзамен, вовремя прошел консультацию. Это нам помогает сделать платформа Models. Какие проблемы решает цифровой тьютер? Если мы посмотрим ролевую схему работы цифрового тьютера, то на каждом этапе обучения у разных участников стоят свои задачи. Руководитель образовательной программы занимается подборкой курсов и технологий для выбора студентов. Он осуществляет контроль качества этих курсов, контроль качества образовательной программы, и цель его — это сохранение контингента. Руководитель программы на этапе проектирования должен иметь инструменты для того, чтобы объективно оценивать и качество курса, качество образовательной программы и иметь возможность выбрать самые лучшие курсы. На этапе создания и использования курса преподаватель выступает как автор контента. Он должен иметь возможность протестировать свой курс на предмет качества контента, качества контрольно-измерительных материалов. Может быть, вовлеченности студентов, кстати, в курс и усовершенствовать материалы для того, чтобы курс был интересен студентам. Преподаватель уже как не автор курса должен уметь мониторить успешность студента, успеваемость, их вовлеченность в учебный процесс и, соответственно, уже в процессе обучения выбирать наиболее эффективные инструменты. Тьютор поддерживает студента и оказывает помощь в выборе того или другого курса и мониторит удовлетворенность студентов образовательным процессом. У студента тоже должны быть свои инструменты. Во-первых, он поступает на образовательную программу и образовательная программа задает такой набор компетенций, которые он должен получить в ходе обучения. Студент должен видеть динамику формирования этих компетенций, он должен иметь объективную информацию о успешности предыдущего выпуска на том или ином курсе и обоснованно или целенаправленно выбирать и от, и путь для самореализации. Какие проблемы мы решаем для каждого участника процесса? Студенты, как правило, испытывают большие сложности в построении своей образовательной траектории, в осуществлении выборов. Фактически вслепую, да, особенно если студенты первого курса выбирают курс и не понимают последствия. То есть если, допустим, студент выбрал курс математики базового уровня, то на будущем курсе, там, на следующем курсе у него нет возможности попасть на какой-нибудь интересный курс от наших IT-компаний, наших партнеров, которые требуют продвинутого математического аппарата. Поэтому студент должен воспользоваться рекомендациями тьютеров, которые, в свою очередь, решают эти вопросы или помогают студенту выбрать на базе объективной информации о всем треке. Руководитель образовательной программы, когда подбирает онлайн-курсы для реализации той или иной дисциплины, также ориентируется только на информацию, представленную в описаниях этих курсов. Это лишь формальная информация, которая не позволяет ему оценить, насколько этот курс будет эффективен для того или иного контингента студентов. Преподаватель при создании курса не обладает объективной информацией о том, насколько курс воспринимается хорошо студентами, насколько объективная различительная способность и конверсия студентов на этом курсе. Ему интересно, как он может сделать курс более интересный для студента и более совершенными сделать инструменты для контроля знаний студентов. Тьютеры, соответственно, требуют информацию об обучающихся, причем не в разных системах. Хорошо бы эта информация была представлена в одной системе, где они могут отследить в историческом промежутке, как студент учился, какие у него были пройденные курсы, какие у него есть потребности, какие интересы, какие проекты он выполнил, и нацелить его на более высокие результаты. И студент, он, конечно, наш главный клиент. Прежде всего для нас важна его самоорганизация, то есть его мотивация и его успешность. Кроме всего прочего, здесь мы ставим во главу угла сохранение контингента студентов на курсе. Посмотрим процессную схему работы цифрового тьютера. Как я уже сказала, образовательная программа задает набор компетенций. Этот набор компетенций будет реализован в виде колеса компетенций. Мы видим его слева. Каждая компетенция имеет несколько уровней освоения. Причем каждый, если первый и второй уровень – это знамевая составляющая дисциплины, то третий и четвертый уровень – это уровень формирования компетенций, которые требуют подтверждения в ходе проектной деятельности, и действительно формирования определенных скиллов. Четвертый уровень – это подтверждение внешними экспертами результатов обучения и уровня формирования компетенций при защитах проектных работ. Таким образом, студент у нас с помощью на платформе Model осуществляет выбор своей образовательной траектории на предстоящий семестр, проходит обучение в этом семестре. Мы собираем данные о том, как он обучался на курсах, на онлайн-курсах, на традиционных курсах, как он проходил проектную практику. Собираем данные в административной системе, какие у него были еще внеучебные активности. И эта информация попадает в систему цифровой тьютор, анализируется, и результаты анализа данных, как обратная связь, поступают участникам процесса. В частности, руководители образовательной программы для оценки качества курсов и оценки удовлетворенности студентов обучением для корректировки в будущем образовательной программы. Это данные о успешности и мотивации студентов на курсах для преподавателя. И также информация для тьюторов, чтобы тьютор смог представить рекомендации для дальнейшего выбора студента. На выходе мы имеем после обучения семестрового полузаполненное лицо компетенции. То есть, если студент получил четверки, пятерки, это будет второй уровень. Если тройки, то это первый уровень знаний, вы компоненты по результатам прохождения проектного практикума. Именно проектный практикум сейчас внедряется параллельно индивидуализации индивидуальных образовательных траекторий. То есть, есть необходимая часть образовательного процесса в Уральском федеральном университете. Мы видим, что некоторые студенты подтвердили свое уровень компетенции в ходе проектного практикума. Таким образом, цифровой тьютор должен базироваться на следующих принципах. Во-первых, система должна быть разработана на единой информационной платформе, где стекаются все данные и доступны всем участникам процесса. Должна быть соблюдена независимость работы сервисов, для того, чтобы мы могли эти сервисы отчуждать независимо друг от друга. Должна быть унификация структуры используемых данных. И сейчас мы прорабатываем ту исчерпывающую структуру используемых данных, которая необходима для всех сервисов цифрового тьютора. Возможность отчуждения просматриваем сервиса целиком, так же, как и отдельных его компонент. И должна быть осуществлена интеграция этого сервиса с личными кабинетами участников процессов и с различными источниками данных, которые собираются в университете. Из данных мы пользуемся административными данными информационной системы университета, которые включают оценки по текущей успеваемости, по промежуточной успеваемости, а также данные итоговой аттестации студентов. Мы используем рассчитываемые рейтинги студентов по учебной, научной и внеучебной деятельности. Тем самым мы можем видеть интересы студентов, его жизненные сценарии, которые он сейчас прорабатывает. Здесь же собираются данные о проектной деятельности, о результатах проектной деятельности студентов, о его активности в ходе реализации проекта и о подтвержденных оценках внешних экспертов. И информация о внеучебной деятельности. Дополнительными источниками данных служат анкетирование об удовлетворенности студентов, психологические тесты, данные о действиях студентов в цифровой среде, так называемые паттерны студентов, и данные формальные о курсе, где обучался студент. Здесь же мы собираем информацию о вовлеченности студентов, которая меряется на нашей внутренней платформе EDX на основе специализированного инструмента измерения вовлеченности по активностям студентов и по визуализации его активностей в системе. Схема работы над сервисом, она, в общем, достаточно стандартная. Мы собираем данные сначала, которые будем использовать в сервисе. Дальше проходят процессы исследования и моделирования. После мы переходим к техническому проектированию сервисов и программной реализации. После этого запускаем сервис в опытную эксплуатацию, проходит апробация, доработка, и мы же масштабируем этот сервис на весь университет. Таким образом, в самой системе, автоматизированной системе рекомендательных сервисов и поддержке процесса индивидуализированного обучения существует три блока сервисов. Первое – сервис для руководителей образовательных программ по оценке качества онлайн-курсов на основании данной учебной аналитики. Также для руководителей образовательных программ мы предлагаем сервис качества образовательной программы и сервис Learning Metrics графического представления результатов учебной деятельности студентов для мониторинга успеваемости. Для преподавателей проектируется сервис по оценке уровня вовлеченности студентов в обучение, сервис прогнозирования успешности. Это очень важный сервис, чтобы на ранней стадии мы могли поддержать студента, помочь решить ему начальные, может быть, организационные моменты, может быть, предложить ему адаптационный курс, чтобы он был успешным к концу семестра. Сервис преподавателя по оценке качества контрольно-измерительных материалов – это преподаватель, автор онлайн-курсов. Дополнительные сервисы – это сервис мониторинга и поддержки учебной деятельности студента, сервис визуализации коллекса компетенций для каждого обучающегося, рекомендации по выбору курса – это сервис для тьютора, который помогает сформировать индивидуальную траекторию, и сервис для студентами для выбора своей образовательной траектории или, как мы говорим, траектории самореализации. Дополнительным сервисом является портал для исследователей в области учебной аналитики. И здесь мы с большим удовольствием будем рады сотрудничеству с различными университетами, с исследователями, которые также интересуются этими проблемами. И методические рекомендации по организации тьюторской поддержки обучающихся, которые будут написаны с учетом разработанных сервисов поддержки. Документальное сопровождение сервисов представляют модели и методики. Соответственно, эти модели будут упакованы в инструкции, в рекомендации и в сопровождающие эти сервисы документы. Что получит каждый участник процесса на выходе? Для руководителей образовательной программы мы планируем обоснованный выбор онлайн-курсов и модели для более эффективного обучения на образовательной программе. Кроме всего прочего, сервисы будут позволять минимизировать риски отчисления обучающихся и сохранение контингентов, что тоже немаловажно для университета. Для РОПа будет представлен практический инструмент по мониторингу формирования компетенций. И этот мониторинг будет позволять гибко изменять образовательную программу, совершенствовать инструменты, технологии, совершенствовать контент самой образовательной программы. Он будет получать объективную обратную связь от вовлеченности обучающихся и иметь некие индикаторы качества образовательной программы. Авторы и преподаватели курса получат раннее прогнозирование успешности, студентов при освоении курса и смогут вовремя помочь студенту освоить курс успешно. В сервисах также будет представлен индикатор потенциально проблемных студентов. То есть графическая визуализация позволит ему выявить этих проблемных студентов и адресно оказать поддержку. Преподаватель также получит рекомендации по изменению курса и в совершенствовании контрольно-измерительных материалов и рекомендации по индивидуальной работе с каждым студентом. А кроме всего прочего, инструмент мониторинга активности обучающихся в курсе поможет преподавателю, так же как в традиционной системе, получать объективную связь об активностях и, может быть, инициировать какие-то дополнительные вебинарные, синхронные занятия для того, чтобы увеличить эту активность. Студент получает обоснованный выбор индивидуальной траектории и своего пути самореализации. У него будет объективная картинка по потенциально проблемным курсам, по потенциально успешным курсам. Также он будет получать организационную поддержку при освоении курса, не только техническую поддержку в ходе освоения, и помощь по освоению каждой темы, каждого раздела дисциплины, но также вовремя оказанную помощь для того, чтобы он смог вернуться, допустим, на какие-то предыдущие темы, чтобы он в конечном итоге смог закончить курс успешно. Для тьютеров мы даем практический инструмент индивидуальной работы со студентами. С точки зрения экономического эффекта, это, наверное, тоже очень важный момент для университетов. Для нашего университета, который имеет 35 тысяч студентов, в настоящее время отчисление 18% студентов приводит к потерям примерно полмиллиарда рублей в год. Безусловно, контингент сбережения – это одна из целей нашей системы. Инструмент раннего прогнозирования неуспешности и своевременной поддержки позволит сократить число отчисленных студентов. Дополнительный экономический эффект может быть достигнут за счет повышения доверия по онлайн-обучению. Поскольку преподаватели, используя онлайн-курс, не имеют такой возможности отслеживать активность студента, так как они это делают очно, очень важно дать действительно прозрачные инструменты активности и мониторинга качества, что, в свою очередь, приведет к тому, что преподаватели будут в большей степени использовать онлайн-технологии для реализации образовательных процессов. Это, в свою очередь, может привести к сокращению себестоимости реализации образовательной программы и к повышению производительности труда. При этом организационно-финансовые схемы, действующие в нашем университете, позволяют не без сокращения нагрузки преподавателя перераспределять их на более активные методы обучения, в частности, на проектную деятельность, которая сейчас внедряется параллельно с индивидуализацией. Команда проекта состоит из достаточно опытных практиков и исследователей в области данных учебной аналитики. И, безусловно, мы готовы к сотрудничеству, готовы к масштабированию этих сервисов, готовы делиться с нашими наработками, инструментами, определенными датасетами. Быть может, ваш интерес лежит в этой же области, и будем рады сотрудничеству. Я на этом заканчиваю свое выступление. Готова буду ответить на вопросы, если есть вопросы в чате. Какая доля курсов реализуется онлайн? В нашем университете в настоящее время есть показатель 20% онлайн курсов, дисциплины, модулей реализуются онлайн. При этом эти дисциплины реализуются в различных моделях. Прежде всего, это модель смешанного обучения, где часть занятий проходит в онлайн формате, часть традиционно. Эта модель используется обязательно к применению, особенно в гуманитарных дисциплинах. Вторая модель – это модель исключительно электронного обучения с использованием наших курсов, разработанных в университете, и с использованием курсов университетов-партнеров. Последняя позволяет достичь показателей академической мобильности, виртуальной академической мобильности. Использование наших внутренних курсов позволяет усовершенствовать сами технологии, высвободить часть нагрузки преподавателя на активные методы обучения и позволяет поддерживать проектную деятельность студентов. Вот эта знамевая компонент, она формируется с помощью онлайн-курсов, а преподаватели задействованы активно в компоненте как раз навыковой, то есть формирование навыков через проектную деятельность. Секундочку, сейчас я вернусь к первому вопросу. Не бывает ли так, что на некоторые дисциплины один-два студента, и как это отражается на преподавателе такой дисциплины? Значит, выбор осуществляется, безусловно, согласно рейтингу студента, но есть ограничения, то есть дисциплина не открывается, вернее, не дисциплина, а как мы называем микромодуль. Что это такое? Это дисциплина со связанной технологией. То есть если записалось один-два студента, то дисциплина не запускается, а запускаются, соответственно, те дисциплины, которые набрали большее количество студентов. При этом уже по опыту, вот сейчас имеющимся в 19-м году, который мы получили, студенты очень быстро и очень мотивированно выбирают курс. Как раз очень важно удовлетворить все их потребности, и есть инструменты перераспределения студентов. Ну вот, допустим, там, на одной дисциплине один-два студента, да, и, как правило, это проблема для финансирования такого курса, поскольку это ниже точки окупаемости, мы не можем запустить. При этом этот курс интересен и востребован. Тогда есть возможность тех студентов, которые не выбрали дисциплину, посадить именно на эту дисциплину и таким образом все-таки полноценно удовлетворить мотивированно выбравших студентов, чтобы они получили те компетенции, которые они выбрали. Еще вопрос. Интересно узнать статистику, сколько человек записалось на онлайн-курс и сколько человек закончили его в срок. Здесь я бы разделяла две истории. Первая история – это наши студенты, которые обучаются на курсах, которые рекомендуют университет, и руководитель образовательной программы выбирает курсы именно из рекомендованного списка. И здесь все равно есть административный ресурс. Если студент записался на этот курс, то, как правило, он его проходит и проходит итоговое тестирование. Здесь процент закончивших курс больше 80%. Причем если мы возьмем пересдачи, то это 90-95% бывает на некоторых курсах. Если мы берем всю совокупность слушателей, которые записались на онлайн-курс, то большинство слушателей, которые используются контентом открытым, они не готовы платить за онлайн-курс, и они не приходят к итоговому тестированию. Здесь наш интерес, безусловно, в... ...что преподаватель контактирует с студентами free-to-free, что называется, да, и он отслеживает активность студента. При этом традиционный формат у нас всегда сопровождается курсами или электронными ресурсами на LMS-платформе, где кроме контента содержатся тесты, содержатся учебные задания, и преподаватель имеет возможность посмотреть, насколько активно студенты выполняют эти задания. Мы также мониторим данные с LMS-платформы, но считаем, что традиционный формат, он все-таки позволяет преподавателю отслеживать мотивацию студентов все-таки самостоятельно. Для онлайн-курсов это проблемный вопрос, поскольку преподаватели... Ну, не все преподаватели могут делать регулярные выгрузки из системы, из платформы, поэтому мы помогаем преподавателям и даем уже результаты аналитики этих выгрузок, и преподаватель имеет возможность посмотреть, допустим, виртуальную посещаемость студентов, сделать выводы, насколько студенты активны, когда студенты учатся. То есть наше предыдущее исследование, там, поведенческих паттернов, для каждого курса, который мы исследовали, мы получили результаты о том, как студенты учатся на онлайн-курсах, в какое время они предпочитают учиться, в какой день недели они предпочитают учиться, и когда они в большинстве своем делают домашние задания, допустим, да. Это может быть основанием для преподавателя сделать вывод, может быть, вот эти вот поддерживающие новостные рассылки определенное время студентам предоставлять или пересылать. Секундочку, смотрю еще. Какую методику используете вы при онлайн-обучении? Я немножко не понимаю, что есть методика, да, при онлайн-обучении. Здесь мы большое внимание уделяем проектированию онлайн-курсов. Онлайн-курсы – это непоследовательное изложение контента. Поэтому для нас очень важно, чтобы студент, обучаясь на онлайн-курсе, выбрал свой путь, но при этом его путь, он сопровождался правильным контентом и задавался учебными и контрольными заданиями. То есть методика проектирования курса – это немножко тоже немножко другая тема, но она базируется на так называемых принципах дизайна онлайн-обучения. Здесь преподаватель должен понимать, что информация, полученная студентом, она должна быть превращена, так скажем, в знания и навыки студентов через так называемый цикл Кольба. То есть есть четыре стадии формирования знаний и навыков. Это когда студент, первое, практикует, допустим, да, выполняя учебное задание, нарабатывает некий практический опыт, дальше он анализирует свои ошибки, после этого мы ему предоставляем контент, чтобы он понял, в чем его ошибка, и сделал выводы для дальнейшего. И после этого мы контролируем его знания и навыки уже с помощью контрольно-измерительных материалов. И этот вот цикл проходится на каждой теме. Вот эта методика, она позволяет нам сделать курс более привлекательным, более совершенным с точки зрения формирования навыков и компонентов. Об этом можно поговорить отдельно. Я приглашаю тех, кто интересуется методиками проектирования онлайн-курсов на наш вебинар «Проектирование онлайн-курсов». Есть отдельный вебинар, я тоже информацию об этом пришлю. Какой платформой пользуетесь для онлайн-курсов или это только портал университета и собственные разработки? Курсы Оральского федерального университета представлены на национальной платформе открытого образования. В настоящее время 55 курсов представлены. И сейчас еще порядка 20 курсов в работе. Мы представлены на международной платформе онлайн-обучения. Там, к сожалению, у нас пока только 6 курсов на английском языке. У нас в университете действует система, существует платформа внутренняя на открытых ADX-кодах. И там около 70 курсов лежит для внутреннего использования. В настоящее время эта платформа открывается и она будет позиционироваться как открытая платформа онлайн-обучения для размещения контента ну или онлайн-курсов другими университетами. К этой же платформе привязан, интегрирован сервис проктеринга и сервис эквайринга. На этой же платформе осуществляется обучение по программам ДПО. И есть несколько платформ LMS-систем. Это платформа Moodle и платформа гиперметод, которые мы активно используем и в традиционном обучении. Кроме собственных наработок используем онлайн-курсы в других университетах. На вопрос, вопросы вроде бы исчерпаны. Спасибо за внимание. Готова буду еще подсоединиться к обсуждению в конце наших докладов. Евгений Валентинович, передаю вам слово. Добрый день, коллеги. Видно ли презентацию? Коллеги, Снежана. Все видно? Можно начинать? Хорошо. Я расскажу о том теоретическом бэкграунде, который стоит за инструментами, которые вслед за мной в следующем докладе покажет Александр Владимирович. Мы поговорим об инструментах учебной аналитики, и, в общем-то, то, что я расскажу, это далеко не все, что есть. Кое-какие вещи сейчас находятся в стадии разработки и испытаний. Какая задача стояла? Сильной стороной традиционного образования являлся непосредственный контакт со студентом, и индивидуальное обучение в процессе вот прямого контакта преподаватель-студент. Вот хотелось бы все это не утратить в процессе работы на массовых курсах, то есть соединить сильные стороны традиционного обучения с массовостью онлайн-образования. Ну и, разумеется, своевременно выявлять те негативные тенденции, которые возникают при обучении, ну и принимать какие-то превентивные меры. Давайте сначала определим, о чем мы говорим, что такое массовый открытый онлайн-курс в том контексте, который мы будем в дальнейшем использовать. определение перед вами, то есть мы будем говорить о курсе, который ориентирован исключительно на формат электронного обучения. И будем говорить о той аналитике, которая базируется на данных контрольно-измерительных материалов курса. Я сразу же оговорюсь, что есть много вариантов использования других данных. Ну, например, использовать особенности поведения студентов во время изучения курса, анализировать, сколько времени, скажем, он смотрит в экран, сколько часто отвлекается и так далее. Мы начали с контрольно-измерительных инструментов по следующим причинам. Данные, которые мы получаем, объективны. Контрольно-измерительные инструменты проходятся последовательно в процессе изучения курса, и это дает возможность отслеживать прогресс в обучении. Ну и есть, как показало исследование, хорошие возможности прогнозировать, чем это обучение закончится, и своевременно предпринимать какие-то шаги для того, чтобы избежать негативных результатов. Но при этом появляется еще одна проблема. Качество самих контрольно-измерительных инструментов и эффективность их использования. Давайте посмотрим на традиционные параметры, которые используются для оценки контрольно-измерительных инструментов. Коэффициент решаемости и различительная способность. Коэффициент решаемости – самый простой коэффициент, это количество студентов, которые задания выполнили верно, отнесенное к общему количеству студентов, которые задания выполняли. Различительная способность – это разность коэффициентов решаемости при выполнении заданий сильными и слабыми студентами. На первый взгляд вполне нормальное и естественное определение, однако если подумать, в значительной степени они основываются на профессиональном суждении преподавателя. Во-первых, что значит задание выполнено верно? Выполнение задания оценивается в баллах или в десятичных дробях, ну скажем, по принятой у нас в УЗИ системе 40% и ниже это неудовлетворительно, выше 40 баллов 41 и далее это удовлетворительно. Ну вот как-то есть очень тонкая разница между 39 баллами и 41 баллом. В одном случае мы имеем двоечника, в другом уже удовлетворительно успевающего студента. Точно так же, как и понятие сильный и слабый студент, это тоже понятие достаточно субъективное. Вот этой субъективности хотелось бы избежать. Но с другой стороны, поскольку вот такие параметры популярны, не хотелось бы, чтобы те какие-то новые критерии, которые мы будем использовать, шли вразрез с этими параметрами. Здесь скорее нужно говорить о какой-то дополнительной информации. Так, ну это я уже сказал, недостатки традиционных параметров. Мы попробовали применить для этого методы теории информации, оценивать информацию о том, что конкретный слушатель получил тот или иной балл при выполнении анализируемого контрольного задания или при использовании анализируемого контрольно-измерительного инструмента. Ну, понятно совершенно, что если какие-то задания выполняются абсолютно всеми студентами и всегда, а какие-то наоборот не выполняются никем и никогда, то и то и другое одинаково не информативно несет сообщение о том, что студент не сдал задание или сдал задание, ноль информации. Ну и поэтому такие контрольно-измерительные инструменты нельзя назвать качественными. Мы оценивали на основе исторического материала информацию, которая содержится в сообщении о том, что студент Петров сдал задание, номер такой-то, с таким-то количеством баллов. Ну и для удобства эту информацию соотносили с ее максимально возможным количеством. На данном слайде показаны параметры, которые традиционно используются для оценки того, как студенты проходят контрольно-измерительные точки. Значит, вверху коэффициент решаемости, зеленая линия, средняя оценка, видно, что эти два параметра практически повторяют друг друга. И вот различительная способность и коэффициент информативности. Ну, что можно сказать? Во-первых, видно, что все инструменты, ну, скажем так, друг другу не противоречат. Дальше будет слайд с корреляцией, значит, этих параметров. Видно, что они вполне понятно коррелируют, а антикоррелируют. То есть это не антагонистические данные, а данные, которые друг друга дополняют. Но если посмотреть на некоторые курсы, вот, скажем, пример курса «Математический анализ» Уральского федерального университета, то видно, что, скажем, для большого количества контрольно-измерительных инструментов коэффициент решаемости дает вполне благополучную картину. Тогда как коэффициент информативности показывает, что данные контрольно-измерительные инструменты абсолютно не информативны. Вот преподаватель, получив такую картинку, наверное, должен будет задуматься над тем, что у него происходит вот с этими контрольно-измерительными инструментами. Может быть, задания излишне сложные, может быть, они не связаны с тем теоретическим материалом, который изучался. Во всяком случае, это повод призадуматься и внимательно посмотреть на то, что предлагается студентам для оценки контроля знаний. Ну, а вот это обещанная корреляционная табличка всех инструментов, которые так или иначе, всех параметров, которые так или иначе используются для оценки контрольно-измерительных инструментов. Видно, что корреляции между ними достаточно хорошие, ну и если присмотреться, то, в принципе, достаточно понятные. Скажем, информативность, коэффициент решаемости, отрицательная корреляция. Ну, правильно, если все студенты успешно решают задания, то информативность, значит, такого контрольно-измерительного инструмента низкая. Информативность, грубо говоря, в соответствии с теорией информации, это неожиданность того результата, который мы получим. Прогнозирование результатов. Здесь тоже использованы методы теории информации. Ну, конечно, было бы очень интересно знать, что последует из того, что студент, скажем, не прошел контрольное задание номер 15. И что говорит об этом статистика, исторический материал? Может быть, те, кто не проходил это задание, как правило, никогда не сдают успешный итоговый тест. Ну, или наоборот, те, кто прошел это задание, как правило, с вероятностью такой-то итоговый тест сдают успешно. Вот, если мы такую связь сумеем обнаружить, то, в принципе, можно создать систему, которая будет автоматизирована, выдавать рекомендации студентам. Скажем, вы не прошли задание номер такой-то. Наш анализ говорит о том, что вероятность того, что вы успешно сдадите итоговый тест, менее 45%. Мы рекомендуем вам повторить теоретический материал, значит, такой-то и такой-то, изложенный в таких-то разделах курса, обратиться к преподавателю за консультациями по системе онлайн-консультаций, ну и так далее. То же самое сообщение может быть автоматически генерировано преподавателю. Студенты такие-то, 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 вашего курса не прошли такие-то, такие-то задания. Вероятность того, что они успешно сдадут итоговый тест, меньше, там, 50%. Мы рекомендуем уделить особое внимание этим студентам, вызвать их на онлайн-консультации, ну и так далее. Понятно, что это не панацея, но это, в общем-то, поддерживает в тонусе и студентов и преподавателей. Как это делается? Здесь предлагается осмотреть две системы. Система X и зависимая от нее система Y итоговое тестирование. Мы должны понять, какое количество о системе Y, будущем прохождении теста, содержится в наблюдении за системой X, текущей успеваемостью. Ну, здесь я записал несколько, в общем-то, известных формул из теории информации. Состояние системы Y мы итогового тестирования, так же, как состояние текущего обучения, мы измеряли с помощью четырех групп оценок. На, по каким-то, not available, по каким-то причинам студент не проходил, скажем, итоговый тест. Но о причинах этого Александр Владимирович более подробно расскажет. Провал, двойка, прохождение удовлетворительное и успешное прохождение. Тонкую разницу между оценками «хорошо» и «отлично» мы здесь подслеживать не стали. Это у нас одна и та же группа. Вот информация априорная о том, что студент сдал итоговый тест, это 1,51 бит. Интересно посмотреть, насколько она, вот эта неопределенность снизится, если я буду знать, что он не прошел конкретное контрольное задание. Ответ на этот вопрос дается представленным здесь графиком. Видно, что неопределенность итогового тестирования очень существенно снижается сразу же после первого теста. Ну, в дальнейшем ее снижение колеблется, или остаточная неопределенность колеблется на уровне 20%. Это, в общем-то, такой теоретический предел прогнозирования результата в итогового тестирования, в принципе, достаточно неплохой. Почему на первом тесте наиболее резкое снижение? Ну, практика показывает, что те, кто не сдал первые тесты, как правило, понимают, что на курсы не пришли по ошибке и кончают на этом обучение. Все остальные учатся дальше. Вот это позволяет нам, значит, ответить на вопрос об индивидуальном прогнозировании и индивидуально, значит, поработать с каждым студентом. Возможно попробовать прогнозировать результаты по группе в целом. Давайте будем рассуждать таким образом. Посмотрим, выделим всего три группы успеваемости. Не успевающие, успевающие удовлетворительные, успевающие хорошо и отлично. Ну и посмотрим, чем закончится наш курс, при условии, что мы будем использовать ту систему контрольно-измерительных инструментов, которые используются, и оценивать знания так, как их сейчас оценивают. В этом случае у нас каждый контрольно-измерительный инструмент приводит к переходу студентов из одной группы по успеваемости в другую, из отличников в двоечники, из двоечников, например, в удовлетворительно успевающие и так далее. Ну, в соответствии с подходами, принятыми в теории графов, эти переходы определяются вот такой матрицей перехода, которая обладает любопытным свойством. Сумма всех ее столбцов, каждого столбца, точнее, равна единице. Ну, просто потому что из какой-то группы в какую-то студента переходит или, по крайней мере, остается в той же самой группе. Ну, используя методы теории графов и теории процессов случайных блужданий, можно определить, чем закончится такое блуждание студентов перед группами, если куз будет идти так, как он сейчас идет. Вот на этой картинке результат представлен. Три группы по успеваемости, стрелочки – это переходы из одной группы в другую и вероятности переходов. Используя эти вероятности, мы можем сказать, чем закончится обучение данного курса. Ну, вот в данном случае, опять-таки, любимый курс «Теоретическая механика». Курс был разбит на тестовое и обучающее множество, то есть на обучающем множестве мы, так сказать, выявляли закономерности, делали прогнозы, а потом проверяли его по независимому тестовому множеству. Но обратите внимание, вот прогноз такой будет 10, примерно 11% троечников, двоечников, 13, почти 14% успевающих удовлетворительно и 75% хорошистов и отличников. Факт дал следующие результаты. По критерию Пирсона эти два распределения совпали с достоверностью 95%. То есть такое вот групповое распределение слушателей по группам успеваемости прогнозируется очень неплохо. Ну и мы имеем полное основание сказать преподавателю. Мы посмотрели на ваш курс и видим, что, в общем, при том, как он сейчас идет, у вас на выходе будут сплошные троечники. А вообще говоря, получили вы студентов, где в основном были отличники. Имеет смысл посмотреть на систему контрольно-иссмерительных инструментов и подумать над подходами к оценке знаний студентов, а также над стилем, методами преподавания и так далее. Это явно ненормальная ситуация. Ну и то, что находится, вот то, что я рассказал, за исключением последней групповой оценки и перехода между группами, в общем, так или иначе есть на чате, который вам покажет, на сервисе, который вам покажет Александр Владимирович. Мы, в общем-то, продолжаем работу в части прогнозирования индивидуальных результатов. Вот это популярные ныне нейросетевые технологии. Это прогнозирование того, как распределятся слушатели по группам успеваемости для преиспользования так называемой самоорганизующейся сети Кохануна. Вот видно, что она выделила четко три группы, возможные по успеваемости. И дальше в пределах каждой группы мы уже прогнозируем индивидуальные результаты обучения. Можно использовать модель, связанную с построением деревьев решений, и формулировать определенные классификационные правила. Вот, например, здесь правило такое, что если оценка по группе «Базовый проект» больше данной величины, то, как правило, эти студенты успевают отлично. Со степенью достоверности, которая здесь на картинке указана. Использовались также многослойные перцептроны. Они дают самые хорошие, пожалуй, результаты по прогнозированию индивидуальной успеваемости. Ну вот здесь красным – это неправильные прогнозы, а зеленым – это правильные прогнозы успеваемости каждого индивидуального студента. Как видно, большинство прогнозов правильные. Оценки показывают, что можно получить правильный прогноз с вероятностью более 80%, процента 82 примерно. Ну а здесь мы выделили несколько групп успеваемости – отличники, хорошисты, троечники, двоечники. И самым обычным методом линейной регрессии прогнозируем оценку по итоговому тестированию в зависимости от результатов текущей успеваемости. Вот, видно, результаты прогноза в зависимости от прохождения контрольного задания. Ну, видно, что, в общем-то, здесь тоже неплохая достоверность. Правильные оценки получаем где-то в районе 70-75% случаев. Так что, в принципе, использование данных учебной аналитики оно вполне позволяет дать достаточно надежные оценки того, чем закончится наш процесс обучения и принять своевременные меры для исправления негативных тенденций. Ну, уже, Виола Анатольевна говорила, и я повторю, мы рады любому сотрудничеству в продолжении исследований в этой области. Сейчас, одну секунду, я посмотрю вопросы. Так, это уже отвечала Виола Анатольевна. Так, а тем студентам, которые с этим столкнулись, с плохими заданиями, им что уже делать прямо сейчас? Ну, коллеги, нет. Все-таки, значит, есть, на мой взгляд, определенные этические соображения. Что бы я ни думал конкретно о задании и какие бы оценки с использованием математических методов я не получил, ну, во-первых, я считаю неэтично говорить студенту, что задание плохое, это примерно так же выглядит, как приходит один врач и начинает говорить, Господи, кто же вас лечил, что он понимает в лечении и так далее. Есть определенная профессиональная этика. Во-вторых, прежде чем я поговорю с преподавателем, не поговорю с преподавателем, тоже я истерегусь делать какие-то окончательные выводы, а уж тем более принимать по ним, значит, какие-то решения. Это, в общем-то, информация к размышлению все-таки, а не повод для автоматического деления всех на гонцов и козлищ. Потому что, ну, какие-то резоны могут быть у преподавателя, где-то могут быть сбои в системах и так далее. Хотя, в целом, те случаи, которые нам приходилось разбирать, да, скорее всего, говорили о том, что, ну, не то что плохие, скажем так, неудачно подобранные контрольно-измерительные материалы. Или контрольно-измерительный материал не учитывал реального курса, реальной подготовки слушателей. Это еще одна проблема, над которой тоже работаем. Слушатель записался на курс, вот когда он записывается на курс, он должен понимать, а он сам в состоянии, значит, этот курс освоить до конца. Вот в этом, мы считаем, в частности, могут помочь информация о том, как другие проходили этот курс. Очень желательно входное тестирование. Я, например, на всех курсах, которые веду, его провожу в обязательном порядке, потому что, особенно в магистратуре, слушатели приходят с самой разной подготовкой. От очень хорошей математической подготовки до лиц, которые, в общем-то, уже благополучно забыли, что такое производная, что такое интеграл. Хотя этими понятиями нам приходится, скажем, при аналитике данных, довольно много пользоваться. И, естественно, какие-то выравнивающие лекции в этом случае необходимы. Ну а представьте, что будет, если я из таких выравнивающих лекций дам контрольно-измерительный инструмент, ну, скажем, по основам математического анализа. Будет плохой результат, мы его тут же увидим, призадумаемся, разберемся с правилами. Тем студентам, которые считают, что их знания оценены не объективно, ну, есть часы приема у руководителя образовательной программы. Студенты их знают, могут непосредственно обратиться к нему. Ко мне обращаются, разбираемся. Так, больше вопросов не вижу. Так, могут ли отражаться результаты прогнозирования учебной деятельности у студента на его рейтинге? Нет. Рейтинг у студента есть вполне определенное положение о том, на основании чего рейтинг студента по курсу проставляется. Вот на этой основе он его и получает. Это не средство кого-то наказать, это средство кому-то помочь. Значит, вопрос по графикам. Ну, во-первых, да, презентации все доступны. Во-вторых, графики есть на тестовом сервисе. Мы этот, адрес этого сервиса, Александр Владимирович, вам сейчас даст, так что можно их там посмотреть. Больше я вопросов не вижу. Тогда, коллеги, спасибо за внимание. Если будут еще вопросы, пишите в чат. Я вещание прекращаю и передаю слово Александру Владимировичу. Спасибо. Коллеги, здравствуйте еще раз. Посмотрите, пожалуйста, я включил демонстрацию экрана. И, пожалуйста, поставьте плюсики, то есть видно ли экран и видно и слышно ли меня. Ага, замечательно. Так, ну, как было сказано и написано в анонсе, меня зовут Толмачев Александр Владимирович. Ну, помимо того, что было заявлено, то есть помимо того, что директор и разработчик, я также являюсь сотрудником Уральского федерального университета. И в этой связи с проблемами и задачами, которые есть и у преподавателей, и у руководителей образовательных программ, я тоже, в общем-то, знаком в том числе и на личном опыте. Как мы сегодня уже говорили в других презентациях, в образовательном процессе у нас есть разные участники. Это и студенты, и преподаватели, и руководители образовательных программ, и живые тьютеры, и исследователи учебной аналитики. И у всех есть свои потребности, свои задачи. Сегодня мы поговорим в таком более прикладном плане по руководителям, об руководителях образовательных программ. У руководителя образовательной программы есть несколько задач. В частности, это задача выбора курсов в образовательную программу. Сегодня уже была тоже цифра про наши 20% перевода курсов в онлайн-формат. И с чем сталкивались мы по личному опыту? С тем, что мы имеем на поверхности. Ну, смотрим курсы на платформах, видим их название, их видим описание. Для принятия взвешенного и обоснованного решения, ну, на наш взгляд, все-таки этой информации маловато. И хотелось бы иметь и численные показатели, полученные на других студентах по другим, более ранним запускам, которые можно было бы посмотреть и анализировать. То есть хотелось бы, в общем-то, какую-то оценку контрольно-измерительных материалов курса иметь возможность сделать. Почему контрольно-измерительных? Ну, потому как, в общем-то, через призму контрольно-измерительных материалов мы видим и курс, и студентов, которые его проходят. После того, как мы приняли решение о том, что взять тот или иной курс в свою образовательную программу, завели туда своих студентов, ну, понятно, что далее хотелось бы посмотреть, а что происходит уже не с сторонними студентами, а что происходит с нашими, причем, ну, тоже желательно в численных показателях. Задача цифрового тьютера в этой истории – помочь в решении вот тех задач, которые есть у живых людей, участников образовательного процесса, ну, и дать им по варианту минимум численные показатели, с помощью которых они смогут принять свои решения по варианту максимума, и помочь с принятием этих решений в виде выдачи рекомендаций. Если так посмотреть, то задачка во многом работы цифрового тьютера – это задача из области Data Science, то есть она включает в себя как математику, так и программирование, так и предметную область. Так, можно ли укрупнить экран? Сейчас попробуем. То есть у меня, в принципе, стоит 100%. Сейчас, когда дойдем до разговора по экрану, попробуем его увеличить. Вот, и в рамках работы по проекту цифровой университет и по цифровому тьютеру, то есть, как уже было, наверное, понятно, мы решали фактически тоже таких две крупных задачи. Задача исследовательская. Мы анализировали те показатели, численные, которые есть для оценки курсов, контрольных точек, и разрабатывали, в общем-то, свои показатели. Соответственно, писали научные статьи, публиковали их. И вторая задача – это задача уже сугубо прикладная, то есть, фактически сформировать набор инструментов для работы участников образовательного процесса, включить туда как свои наработки, так и существующие и чужие, так, чтобы, в общем-то, можно было хорошо и успешно решать стоящие перед участниками процесса задачи. То есть, если мы сейчас то, что будем смотреть, то есть, понятно, задачи, вернее, инструменты мы включили свои, не все, ну и чужие, в общем-то, тоже не все. По прикладному направлению, то есть, мы сделали решение как веб-приложение, то есть, чтобы не показывать просто презентации о том, что мы знаем и умеем, то есть, фактически приложение доступно из интернет. Так, что такое? Коллеги, мой экран видно? Сейчас, секунду. Итак, то есть, фактически это веб-приложение, которое можно открыть по ссылочке. Так, в чат я сейчас эту ссылочку сбросил. Разрабатывалось оно, ну и продолжает разрабатываться как набор микросервисов, то есть, мы имеем возможность добавлять, убавлять функционал достаточно оперативно, то есть, у нас нет такого большого технического задания, которое мы долго реализуем и потом уже не имеем возможности, чтобы потом не иметь возможности внести его изменения, то есть, это не так. Так, мы, в общем-то, здесь достаточно гибкие и оперативные. То есть, поэтому здесь сейчас набор функционалов, которые есть по нашему представлению. Но его можно оперативно корректировать. Так, ссылка не работает. Так, сейчас, секунду. Так, давайте пока смотрим дальше. То есть, что важно отметить? Ну, коллеги, то есть, вот сейчас все-таки ссылка загружается, да. То есть, продукт, который мы смотрим, это не есть уже конечная промышленная разработка, то есть, она не закреплена в камне или металле, то есть, это, в общем-то, живой инструмент, с которым еще ведется работа. То есть, далее, в нем сейчас загружены по нашему усмотрению несколько курсов разной направленности и технической, и гуманитарной. В частности, есть и инженерная механика, и математический анализ, и философские дисциплины. Вот. Загружено каждой по два запуска. То есть, по каждой дисциплине можно посмотреть два семестра. Так, давайте попробуем увеличить. Так, ну, вот так, наверное, это максимум, который есть смысл, потому что иначе будет совсем не видно. Либо каждый может, в общем-то, загрузить у себя и выбрать тот масштаб, который будет наиболее интересен. Итак, в нашем случае еще что важно добавить? То, что это сервис руководителей образовательных программ. По этой причине здесь фактически курсы, запуски которые уже завершены. То есть, есть полные данные по текущей успеваемости. То есть, студенты прошли все контрольные точки. И есть данные по итоговому тесту. То есть, студенты проходили итоговый тест, и мы знаем, как они его прошли. То есть, для руководителя образовательных программ, на наш взгляд, вот этих исторических данных по полному запуску курса для принятия решения о том, брать, не брать к себе в программу, должно быть достаточно. Для преподавателей предполагается то, что в текущем режиме будет поступать информация из сообразовательной платформы, из других систем, и, в общем-то, это будет такая более оперативная информация и анализ. По платформе, то есть, основное, то, с чем сейчас ведется работа, это национальная платформа открытого образования, то есть, это OpenEDEX. Давайте посмотрим уже, что получилось. То есть, ссылку я дал, можно открыть, посмотреть. Здесь в приложении информация только расчетная. Если нужно посмотреть описание, программу, то есть, то можно сходить на, собственно, платформу, ссылка на платформу тоже есть, соответственно, выбрать курс и посмотреть эту информацию там. Здесь у нас есть блок пользовательского, то есть, выбора у руководителя образовательной программы, можно выбрать онлайн-курс, выбор есть либо в виде выпадающего меню, то есть, можно полистать, либо можно, в общем-то, начать что-то писать в строке поиска, то есть, например, пишем что-то про философию, то есть, и, в общем-то, находим все курсы, которые загружены в систему, в базу данных, где есть что-то про философию. Так, ну, мы посмотрим курс инженерная механика. Далее, то есть, что у нас есть еще, помимо выбора курсов, то есть, мы можем показать, либо скрыть рекомендации для руководителей образовательных программ, то есть, по умолчанию они скрыты, то есть, реализуется тот вариант, что можно посмотреть численные показатели, ну, и принять решение на их основе. Если нужны какие-то слова и подсказки со стороны разработчиков, то есть, нас, тогда можно, в общем-то, кликнуться на показать, то есть, текст будет по, опять же, ходу страницы. И есть выборка, на которой ведутся расчеты. Об этом мы чуть подробнее поговорим, когда будем сейчас рассматривать воронку. То есть, сейчас есть две категории слушателей, которые мы можем получить из выгруженных данных, то есть, это фактически активные студенты на курсе, то есть, это все, кто какие-то усилия прилагал и имеют текущую успеваемость, отличную от нуля. И далее группа студентов, которые были активны на курсе и сдавали итоговый тест. Информация сгруппирована по двум вкладкам. Это сводная информация по курсу, которая не влезает в детали контрольных точек и содержит консолидированные показатели, по которым можно посмотреть и принять такое беглое решение. Если интересует, почему показатели именно такие, как они устроены внутри, тогда есть возможность посмотреть детализацию по контрольным точкам. Что есть из показателей? Из показателей у нас есть воронка курса по количеству студентов. Этот набор показателей на самом деле сформирован, ну так, по образу и подобию воронки продаж. У нас сегодня в вопросах уже было, а как посмотреть, сколько записалось, сколько училось, сколько приняло в тестировании итоговом участии, сколько сдали. Ну вот, собственно, это как раз здесь. По курсу инженерной механики, которую мы видим сейчас, можно видеть, что зарегистрировалось на курс 1750 человек, активность проявляла 1137 или 65 процентов. В итоговом тестировании приняли 42 процента и сдали итоговый тест от общего числа зарегистрированных 34 процента. То есть здесь нет особых инноваций как бы в этих показателях, но на наш взгляд они должны быть полезны для понимания, то есть как был отработан этот запуск курса и вообще с каким количеством людей, слушателей мы здесь имеем дело. Следующая группа показателей – это средний балл и медиана по выборке по разным категориям оценок. Мы их здесь также достаточно консолидировали. То есть это, если смотреть снизу, это текущая успеваемость. То есть это все, что касается текущих контрольных точек, учебных материалов, которые у нас были в текущем режиме при прохождении курса. Далее – это итоговый тест и это интегральная оценка за курс GRADE, которая учитывает и итоговый тест, и текущую успеваемость. Для удобства также есть вариант посмотреть, как консолидированную информацию в табличке, так и частоты оценок. То есть, а как же, собственно, они распределялись. То есть есть диаграмма, мы можем увидеть, допустим, зеленым у нас отмечена текущая успеваемость. Видим, что из всех студентов, которые у нас были активны, их у нас 1137 штук, мы выбрали именно их для расчетов. Видим, что у нас, в общем-то, фактически средний балл неудовлетворительно – это 437, тройки – 192, и 508 – это у нас, в общем-то, хорошо и отлично. Так, и следующая группа таких очень укрупненно консолидированных показателей – это индексы оценки курса. Их у нас сгруппировано три. Это индекс виртуальной посещаемости, как считаются и что из себя представляет внутри, расскажу на следующей вкладке. Это индекс решаемости заданий, о нем говорил Евгений Валентинович. И индекс качества КИМ – это интегральный показатель, он представляет собой среднее геометрическое между индексом решаемости и индексом информативности. Внизу есть слова о том, что из себя представляют показатели, какие референсные значения, если таковые есть. И когда принимает максимальное значение, если, в общем-то, это какая-то более сложная функция, типа индекса качества контрольно-измерительных материалов. Это консолидированный набор. Если нас интересует, что они представляют из себя внутри наши индексы и почему они именно такие, то можно посмотреть детализацию по контрольным точкам. По контрольным точкам мы видим следующее. То есть фактически здесь те же три группы индексов. Первый индекс виртуальной посещаемости, который показывает количество студентов, которые принимали участие в каждой контрольной точке, по отношению к тому количеству, которое мы рассматриваем. То есть если у нас в данном случае выборка активных студентов, то мы фактически берем количество активных студентов и смотрим, сколько из них приняли участие в каждой контрольной точке. Ну, показатель достаточно наглядный. Он интересен с двух позиций. Первое – это позиция того, что он полезен при анализе двух других, то есть и решаемости, и информативности. Почему? Потому что эти два показателя – решаемость, информативность, ну и, соответственно, индекс качества – они базируются на выборке студентов, которые приступили к решению контрольно-измерительных материалов какой-то контрольной точки. То есть фактически база для расчета коэффициента решаемости и индекса качества, она для каждой контрольной точки будет своя. Это будет количество студентов, которые приступили. А вот как ее посчитать? Ну, вот как вариант – это взять количество, например, активных студентов, или сдававших итоговый тест, и умножить на индекс виртуальной посещаемости. То есть он связывает базу двух других показателей с какой-то общей базой, выборкой студентов, которые мы рассматриваем. Раз. Второе. Ну и сама по себе активность слушателей при прохождении разных контрольных точек курса, она тоже интересна. Если мы смотрим на примере инженерной механики, четко видим, что есть какая-то активность в начале, то есть фактически есть контрольные точки группы B, в нашем случае это домашние задания, то есть они изначально идут достаточно высокой активностью, и в конце, в общем-то, активность падает. По остальным категориям контрольных точек также высокая активность в начале и спад в конце. Чтобы иметь возможность показывать контрольные точки на гистограммах, мы их закодировали, то есть кодировка типа буквы А, Б, С, характеризующие разные типы, и 1, 2, 3 – это номера по порядку. Сопоставление, которое авторы курса забили на платформе, есть в конце в большой таблице, то есть вот они, наши краткие коды контрольных точек, а вот полное название, то, как они называются на платформе. То есть в этом плане, если мы хотим видеть здесь что-то осмысленное, то есть будучи разработчиком курса, нужно, соответственно, давать осмысленное название контрольным точкам, потому как, если они у нас названы так, тест 1, тест 2, тест 3, ну вот мы именно это и будем видеть. Далее. На гистограмме мы видим наши коды, видим значения по каждой контрольной точке, то есть гистограмма, она у нас достаточно информативна, то есть мы при желании можем как бы увеличить какой-то фрагмент, посмотреть его. То есть у нас нанесены и подписаны те референсные или общие значения показателя за курс, которые есть. В данном случае красная линия, допустим, по посещаемости, это у нас общая оценка виртуальной посещаемости для курса 0.66, которая была на прошлой странице, то есть она у нас никуда не потерялась. Далее. Точно так же представлен индекс решаемости. Для него, в принципе, есть референсные значения, типа 0.3, 0.7. Они здесь также нанесены, но как к ним относиться, на самом деле, это большой вопрос, потому как считается, что, да, по идее, значение решаемости должно быть в этом диапазоне, но что такое решаемость менее 0.7? Это означает то, что 30% слушателей должны приступить к выполнению задания и фактически не справиться с ним, решить на двойку. Ну, насколько это хорошо, большой на самом деле вопрос. То есть должно ли у нас быть именно столько неуспевающих. Как это реализуется на практике? Ну, мы сейчас просто на паре примеров контрольных точек посмотрим. И третий график – это интегральный показатель индекса качества КИМ. Насколько он более информативен, мы сейчас можем посмотреть на конкретных примерах. Для конкретных примеров мы здесь еще на системной основе выводим просто частотное распределение оценок для контрольных точек с минимальным и максимальным индексом качества. Ну, вот давайте на примере посмотрим сначала минимального индекса качества КИМ, то есть что мы можем по нему сказать и увидеть, и точно так же по максимальному. Мы видим, что минимальное значение индекса качества имеет у нас контрольная точка C2. То есть если мы посмотрим, контрольная точка C2 – это у нас базовые проекты, это, в общем-то, задание базового проекта номер 2. Если мы обратимся к показателям виртуальной посещаемости, что мы видим? Ну, мы видим то, что контрольную точку C2 у нас участие из всей выборки активных студентов приняло 65%. Ну, в общем-то, это соответствует как раз общему индексу виртуальной посещаемости курса, он у нас 0,66. То есть, в принципе, здесь этот показатель нам, ну, в общем-то, ничего такого выдающегося, почему контрольная точка должна иметь минимальный индекс качества, в общем-то, не говорит. То есть, в принципе, ну, как раз все достаточно ровненько. Если посмотрим индекс решаемости для контрольной точки C2, видим, что он у нас равен 0,98. То есть практически все студенты, которые приступили, они с ним справились. Но такая точка, в общем-то, далеко не единственная. Есть и другие. Ну, и как относиться к этому 0,98, ну, тоже на самом деле неоднозначно. То есть сказать, что из вот этих показателей мы видим, что да, это самая плохая контрольная точка, ну, наверное, и нет. При этом индекс качества он такой. Почему такой? Ну, достаточно посмотреть, а как распределены оценки по этой контрольной точке. Это у нас как раз вот этот верхний левый график. И что мы здесь видим? А видим мы здесь одну достаточно простую вещь. То есть мы видим, что из нашего индекса виртуальной посещаемости из 1137 активных студентов приняли участие 65. То есть это где-то порядка 740 студентов у нас поучаствовали в этой контрольной точке. И из них 701 получили не то чтобы хорошо или отлично, они получили оценку фактически в районе 0,9-1. То есть они получили максимальный балл, какой, в общем-то, здесь только возможен. 701 студент от числа сдававших – это 95 примерно процентов. То есть мы имеем контрольную точку, в которой приступившие студенты, в общем-то, все фактически дружно получили максимальный балл. То есть понятно, что… Как к этому относиться? Ну, наверное, так, что она с точки зрения различительной способности и информативности о том, насколько студенты хорошо осваивают курс и кто старается лучше, кто хуже, она, в общем-то, совершенно неинформативна. Поэтому и такой, в общем-то, балл. Хотя из вот этих показателей традиционных, то есть про посещаемость, про решаемость, этого, в общем-то, сказать нельзя. Давайте теперь посмотрим точку с максимальным индексом качества. Это у нас получается А16. Группа А – это у нас тестовые задания. Что мы можем по ней сказать? Ну, точно так же с самого начала. То есть мы видим, что точка А16, она у нас посещаемостью уже несколько обделена, то есть это всего 47% от выборки, с которой мы работаем. По индексу решаемости, в общем-то, ниже. То есть что мы видим? То есть посетило меньше, решили хуже. Ну, сказать то, что там, то есть решили намного хуже. То есть мы в, тем не менее, референсные границы не попали. То есть следует ли, что вот с такими традиционными показателями эта точка стала, в общем-то, максимальной? И видно ли то, что такие различия с минимальной точкой должны, в общем-то, их так развести? Ну, в общем-то, на мой взгляд, нет. Если мы посмотрим индекс качества, мы видим, что, да, вот он наш А16, он максимален. И почему так? Так, это правый нижний график. То есть, а как распределены оценки? Мы видим, что данная контрольная точка и ее контрольно-измерительные материалы, в общем-то, они приводят уже к такому достаточно распределенному случаю для студентов. То есть они сдавали все, в общем-то, по-разному. То есть мы имеем фактически что? Мы имеем, ну, я уже посчитал и прикинул, то есть что порядка там 26% у нас эту контрольную точку не прошли, порядка 17% получили тройки, ну и порядка 57% получили четверки-пятерки. То есть фактически, если у нас есть распределение по группам двоечники, троечники, четверочники, пятерочники, то индекс получается качество выше. Ну и, соответственно, по индексу качества, то есть вот как раз, если мы не хотим, допустим, влезать внутрь контрольных точек, смотреть, как распределены оценки, то есть вот эту дифференциацию студентов, как раз индекс, он сам по себе консолидировано и показывает. Если коротко, то по инструменту, в общем-то, это все, что хотелось бы показать. Здесь связь с нами, возможно, как по нашим общим ящикам, так и по почте нашего инструмента, который есть внизу. Так, давайте я в чатик сейчас еще свою почту напишу. Так, я укажу университетскую почту. Так, вот она. Так, и что хотелось бы сказать еще. То, что мы сейчас активно работаем над этим инструментом, то есть и по этой причине любая обратная связь и взаимодействие, они, в общем-то, нам были бы крайне интересны и полезны. Поэтому, если есть желание поучаствовать с нами, ну, возможно, как вариант пообкатывать какие-то свои курсы, то есть, в принципе, можно связаться и с нами повзаимодействовать. То есть нас интересует по части сервиса, то есть достаточный ли набор показателей, что-то возможно добавить, убавить. Ну, и следующий момент, то есть рекомендательный блок, то есть тексты пока находятся в тестовом режиме, то есть мы над ними работаем, поэтому содействие и участие в этой работе нам бы тоже было, в общем-то, интересно и полезно. Так, давайте я тогда далее посмотрю по вопросам. Так, всего 34 студентов сдали итоговый тест. Интересно, почему так мало? Так, ну, здесь уже ответили, что на самом деле здесь речь идет об онлайн-курсе. И фактически вот в данном курсе то, что у нас воронка выстроена таким образом, что фактически 34% дошли до итогового теста и сдали его, это считается очень даже хорошо. То есть если посмотреть какие-то чисто массовые онлайн-курсы на той же самой Курсере, то есть если до финиша доходит там процентов 10, и это считается вполне себе приличным показателем. То есть если здесь все-таки курс задействован в образовательном процессе, то понятно, что те, кто сдавали итоговый тест, это на самом деле те, кто сдавали его на этой платформе. То есть теоретически еще могут быть студенты, которые, допустим, проходили курс здесь, но сдавали его вне платформы, либо в аудитории, либо в другом ВУЗе. Такая история тоже возможна, но получается, что данных на платформе в этом случае нет, и они у нас из количества сдававших и сдавших или не сдавших выпадают. Так, далее. Серверные технологии используются. Ну, смотрите, здесь на самом деле ситуация такая, то есть используется фреймворк Flask и используется Dash Plotly, поэтому, ну, в общем-то, это ускоряет процесс разработки и внесения изменений, ну, возможно, дает не самый оптимальный по производительности код. Так, и теперь в то, что у нас есть. Так, в вопросах. Так, сейчас, секунду. Так, какое значение коэффициента качества считается приемлемым? Коллеги, здесь на самом деле такого четкого критерия, что вот 0,1, там столько-то десятых, это приемлемо, а плюс там уже 1 сотая, это или минус 1 сотая, это уже неприемлемо, этого, конечно же, нет. То есть фактически оптимальный вариант, когда мы смотрим на индекс качества, да, это если все-таки мы решаем задачу выбора онлайн-курса. Мы видим 2-3 похожих курса. И мы имеем возможность сравнить индекс качества для первого, второго, третьего и, соответственно, уже сопоставить их между собой и сделать выбор. То есть вот в первую очередь по приемлемости вот так. Второй вариант ответа, это по приемлемости, ну, все-таки по работам с системой, то есть каждый участник, каждый преподаватель, руководитель образовательных программ, ну, для себя какие-то уже по своим курсам, по своим студентам, какие-то эмпирические, в общем-то, рамки может выбрать. Потому как здесь вот такого, чтобы сказать, вот граница, которая будет хороша на все случаи жизни, к сожалению, нельзя. Так, что у нас из вопросов еще? Как исключить общение студентов друг с другом и с кем-либо при выполнении тестирования? Если речь идет об итоговом тестировании, то там, как правило, все хорошо, эти тесты проходят в аудитории, либо с прокторингом, то есть там вариант чьего-либо вмешательства и участия, он исключен. Вопрос по прохождению текущих контрольных точек, ну, на сегодняшний день, к сожалению, никак. То есть, и когда мы анализировали результаты прогнозирования, то есть, когда у нас, допустим, мы фактически по текущей успеваемости пытаемся спрогнозировать результаты итогового теста, то там получается определенная группа студентов, которая училась очень хорошо, а итоговый тест сдала либо хуже, чем должна, либо совсем плохо. Ну, в том числе, это вот как раз одна из группы товарищей, если, допустим, они либо с кем-то консультировались, либо за них кто-то учился еще, вот как раз по итоговому тесту мы фактически уже видим, что текущая успеваемость была хороша, а итоговый тест получился хуже. То есть, вот это как раз эта группа, но каких-либо иных инструментов, то есть, теоретически, технически понятно, что можно сделать тот же самый прокторинг и на текущие контрольные точки, но практически, я думаю, что этот вариант чисто с организационной и правовой точки зрения, когда, допустим, компьютер будет отслеживать в домашнем режиме, что и как делает пользователь, скорее всего, будет нереализуемо. Так, это по приемлемое значение коэффициента качества посмотрели. Так, анализировали курсы только вашего ВУЗа на платформе открытое образование? И да, и нет. Смотрели открытое образование раз, да, Виола Анатольевна написала, анализировали и курсы УРФУ, и курсы МИСИС. В принципе, в общем-то, все, что есть на открытом образовании и OpenEdge, можем, в принципе, любые. Так, как быть с аналитикой в малых группах? Ну, по аналитике в малых группах, смотрите, здесь история такая, то есть все-таки коэффициентам им на самом деле без разницы, да, то есть, в общем-то, они посчитаются фактически на любых показателях, на любых объемах выборки. Вопрос в том, как их интерпретировать. Но с чем мы имеем дело здесь? Все-таки сейчас, если мы просто берем онлайн-курс, то мы видим следующее. То есть выборки здесь достаточно большие, мало им могут оказываться, допустим, что если у нас студенты выпадают из итогового теста, то есть и сдают его фактически за рамками платформы. Но в целом по активным студентам выборки достаточно большие. Вопрос малых групп именно, например, магистрантов, то есть и она малой будет в том случае, если мы рассматриваем, что вот есть преподаватель, и его интересует, например, только его группа магистрантов, а не то, что есть на платформе в целом. То есть технически, понятно, эта задача решаемая, но это будут больше сервисы, которые уже пойдут под преподавателя, чем под руководителя образовательных программ. Так, хороший вопрос про магистрантов. У меня тоже есть группа 7 человек. Ну, здесь, смотрите, здесь, опять же, попро магистрантов, как я уже сказал. То есть, если принимать решение о том, брать, не брать курс, то есть с позиции руководителя образовательной программы, то, в общем-то, можно смотреть то, что есть на платформе, хотя и по, опять же, нашему опыту платформенных курсов, которые были бы хороши для магистерских, для включения в магистерские образовательные программы, их на сегодняшний день, ну, явно недостаточно. То есть, итого, теоретически, как посмотреть для приотборе, ну, можно смотреть то, что есть, если это вдруг попадает под магистерскую программу. Если группа маленькая, и вы интересуетесь именно не как руководителя образовательной программы, а как преподаватель, работающий с этой группой, то есть, ну, тогда здесь ответы будут в следующей серии, в следующем сервисе, который будет ориентирован на преподавателей. Так, коллеги, еще какие-то вопросы, которые остались неотвеченными, есть? Ну, в любом случае, контакты есть. Если вдруг возникнет мысль или вопрос о том, что хочется узнать, уточнить, милость спросим, спрашивайте. Так, коллеги, ну, тогда, если вопросов более нет, у меня все, спасибо за внимание. Так, кому мне передать слово? Я тогда останавливаю демонстрацию экрана. Меня слышно, видно. Коллеги, спасибо большое за внимание. Мы будем ожидать обратной связи. Пишите, звоните. Будет готов к концу этого года портал, который мы сможем запустить и пригласить всех участников и интересующихся этими вопросами. В процессе работы, если вы поделитесь своим контактами, мы можем на апробацию вам прямо отправлять какие-то инструменты новые. Очень полезно будет ваше видение и возможность применения таких сервисов в вашей образовательной организации. До скорых встреч. Я надеюсь, что мы встретимся через какое-то время с новыми результатами. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok